Прошу прощения, Игнатий Тихонович, что вас беспокоил. Хотел... Игнатий Тихонович, хотел... Так, слушай, включи там свет в него. Ну, ну говорите, говорите. Простите, что побеспокоил, не хотел при всех говорить. Вчера посмотрел ролик ваш и думаю, как ваше здоровье. Вова вас перепугал, вы же спали вчера, а? Вова, что ты делаешь, а? Ну ладно, все уже этого вчера было. Сегодня уже... Я вчера, вы знаете, у меня аж серд осталось. Вы так вздрагнули. И тема интересная, конечно. Ролик, спасибо вам за ролик. Ну, Вова вас, это... Вот так можно во сне и погубить, Игнатий Тихонович. Вы так крикнули, да. Да, так что, Игнатий Тихонович, я очень люблю ваши темы о подкаблучниках, потому что я их очень внимательно изучаю. И своим товарищам, а товарищи какие у меня? Ну, бывшие военные, милиционеры, они в основном подкаблучники. Так что вы побольше об этом говорите. Это такая хорошая тема, и для... Особенно для мужчин. Вы знаете, вы вдохновляете меня вот для бесед с подкаблучниками. Но я еще раз говорю, думаю, я не буду говорить при всех. Думаю, как вы себя чувствуете после вчерашнего пробуждения? Все, я вас не буду отвлекать, потому что вы... Нет, я вам говорил, больше никогда этого не говорите. Вы меня не отвлекаете. Я с вами разговариваю, у меня больше нигде нет. Только я с вами. Пожалуйста. Да, спасибо вам большое. Ну, знаете, вы ж... У вас сколько таких товарищей, как я? Борис Ильич, что один, конечно, но я представляю, сколько у вас звонит там, сколько вам вопросов. Вот такая голова. Я вчера попытался посмотреть за чатом, вот за этого Митрофана, так называемого. Митрофана. Он вчера напросился ко мне в... Ну, не в друзья, а в контакты. И я с ним начал разговаривать. А Салоник, он из Салоников, если помните. Митрофан. Да, знаю, я там был, в Салониках. Да, да. Так вот он начал мне говорить о вас. Ну, нехорошие вещи. А какие нехорошие. Что я, говорит, хочу господина Лапкина разоблачить, что он там неправильно говорит. То есть все, пятое, десятое. И говорит, что, мол, я прошусь побеседовать. И сбросил мне ролик там, где Сергей Игнатов, мол, что-то спрашивает или вы. И вы его почему-то назвали, и он, говорит, или вы, наверное, попутали, что он мусульманин. Вы, наверное, попутали этих людей, да? Или он правда мусульманин? Я так и не понял точно. Он тролль. Тролль. Самый настоящий тролль. Он только зашел сегодня, он уже сразу начал людей ссорить. Да, да, да. У него другого нет. Он Бога не знает. Это совершенно может неверующий человек. Греки, мы должны изучать гречески, только греки верующие. Нигде таких неверующих я не встречал, как в Греции. Самые неверующие люди. Да, да, да. Я с вами очень согласен. Кстати, он... А чем с ним разговаривает? Соломон говорит, не отвечай глупому на глупости его, чтобы не стать подобным ему. У него он не нуждается ни в чем. Он будет обличать. Пусть сначала Косме обрежет. Он был хиппи. Он так хиппи свои оставил. Да, да, да. И он вчера, вы знаете, я следил за перепиской. Там и вот этот Саша участвовал. И там человек из Израиля. И вот они разговаривали, часами писали друг другу. А все закончилось каламбуром. У меня самого головы заболело. Думаю, это такое ненужное дело. Понимаете? Но он такой, конечно, человек неординарный. Понятно, он начитанный там. Но из его, из этого чата я понял, что, как он пишет, греки, это как высшая раса. Как при фашистской Германии. Понимаете? Да, это греческий нацизм. Так там-то было из чего поднимать голову Гитлеру. У этих ничего нет. В Греции, мне приехал из Греции, он, мать у него там живет. И говорит, греков в Греции только 15%. Там у них и страны нет. Они вот едешь, 100 километров проедешь, штук 20 этих каюток. Деньги дерут и дерут. У них ни промышленности, ничего нет. Это торгаши, курящие епископы, священники. И они с католиками уже давным-давно соединились. Ему рта раскрыть нельзя. А он другого не знает, у него другой жизни нет. Ему именно вот это надо, показать свой голый зад. А мне зачем он нужен? Да-да-да, я с вами согласен. Такой напористый прямо. И вот по поводу того, что, вы говорите, торгаши, он говорит, Лапкин меня оскорбил, я хочу всему миру доказать, что... Доказать. Он что докажет-то? Он уже доказал, только зашел и сразу доказал, что греки, это настоящие греки. Это есть такой фильм «Большая греческая свадьба». Вот будет возможность, посмотрите. Это большой табор цыган. Да, это правда. И что поразило меня еще, я посмотрел, он там мне сбросил такую вот, ну, ролик или не знаю что, служба в Греции. Меня поразило, что женщины стоят без головных уборов там, представляете? Я ему пишу, что, а как же так, вот ты говоришь, что греки, это, то есть, все христиане должны быть только греками, то есть, молиться, типа, на греках. А женщины ваши, что, они не знают поставления апостола Павла, что он говорит, что-то он начал молоть там такое, ну, знаете, голова болит от этого. Вы просто занесите его в черный список, больше ничего нельзя сделать. Он страшный тролль, тролль, тролль это поссорить людей в интернете. У него другой специальности никогда и не было. Он был торгашом, а потом вот начинает сейчас куролесить. За ним ничего нет, он не может показать. Мы если показываем ролики, мы показываем, у нас скот пасется, мы строим, восстанавливаем там люди, собрания, моления. Он ничего никогда не показывает, у него ничего нету. У него ни одной строчки нету. Единственное, что есть, злоба ядовитая. Но еще на это смотреть. Это его участь он избрал, это и с ним разговаривать совершенно не о чем. Это правда, очень тяжело разговаривать. Я хотел еще два маленьких вопроса и все, не буду. У вас там уже поздно, вы же встаете, потому что ложитесь рано. Я хотел спросить, вот знаете, частенько смотрю передачи с главного храма Христа Спасителя, ну на Пасху. На Пасху, я что обратил внимание, там у них патриарший хор, патриарший хор показывает. Стоят женщины без головных уборов. Вот скажите, как такое может быть? Я не знаю, неужели никто не видит? Это сердце, понимаете, сердце православия. Неужели патриарх этот Кирилл не видит? Ну они ж плюют, как бы, ну я не знаю вообще, как это происходит. Неужели никто не может об этом сказать? А можно сказать, если бы они не учились в семинаре в Академии. Они потеряли все там. И там научились оправдывать любое беззаконие. А что брюки? У них ширинка сбоку, ширинка у них сбоку. Это уже не брюки. Ну мужчина, если наденет юбку и сбоку ширинка, что она юбкой перестала быть? И они не только, это они в брюках, они все накрашенные. Все там с разными этими пинтиплюшками. Я был и все это видел, там вот выступает даже Андрей Ткачев. Он там говорит хорошо, а туда-сюда люди, заходят, торгуют, он никого не видит. Он как петух на нас есть и поет, и все. Прокукарекал, а хоть век не святай. Они ничего не могут сделать. Вот Осипов говорит, знаете, вот в храме бывает, надо, чтобы форма была, одели. Он что говорит, что говорит, а у нас все это есть. Но он-то сделать нигде этого не может. Он как раз главный развратитель этого. Это семинаристы все его, он все оправдывает. Пост это ничего не значит. Мужчин никакого нету. Я за ними-то тоже где-то маленько вижу, где подбрасывают. Они ничего не могут сделать. Ничего. Почему? Потому что это огромный труд. Разные люди, разный сенс, возраст, и все теперь как одна семья. А у них проходной двор туда-сюда. Это правда. Это правда. И знаете, я вчера буквально еще просматривал ролики там, ну, интересные. Вот такой вопрос у меня. Там у вас три ролика записано. Есть какой-то у вас там, он или друг вам, или неизвестно кто. Миша таковой. Он живет, наверное, у вас там. Михаил, Михаил. Володя к нему заходит. Помните эти ролики? Он или баптист, или бывший баптист. Что вы там, он... 40 минут он говорит, а вы молчите. А потом вы вообще ушли, а он сам там что-то кофе пил. Вы поняли, о ком я говорю, нет? Я не могу понять, Михаил. А он откуда? Из Америки или из Деши? Гордеев, Гордеев. А-а-а, Гордеев. Ну-ну-ну. Это вообще... Это, вы понимаете, в театр и в кино не надо ходить, посмотреть ролики. Ну, тоже, они очень интересные люди. Гордеев, ну, главное, что вы молчите и уделяете столько времени ему. С какой целью, вот, как бы мне неизвестно, а? Во-первых, я его знаю. Я сам по себе человек добрый. Он нас в Москве принимал, когда мы приезжали. Добавил телефон, мы сидели на нем. Но человек жил не по-христиански. Он был православным, ушел к баптистам, потом ушел к мормонам. Я говорю, а зачем ты туда пошел-то? А хорошо деньги платят. Он и не скрывает-то. Он здоровый, богатырь, такой там, чемпион. Никогда не переставал материться, пить и курить. По сегодняшний день, я уже 80 лет. И поэтому он просто, вот, говорил, а потом, вот, я вчера-то говорил с вами, это нехорошо. Я полный стакан водки выпил, поэтому, то есть, страха Божьего никакого нет. Слово сказал, он его не держит. Поэтому говорить еще нельзя ему. Он может прям начать материться. Приехал в Потеряевку, привез несколько миллионов. Он там познакомился, женился на Баптистке. А потом квартиру-то у него разменял, и, ну, чужая квартира-то, не его. Ну, продал там, дорого в Москве. Приехал сюда, решил в Потеряевке. Ну, мы, я-то его знаю давно, 30 лет мы знакомы. И вот, значит, мы говорим, принять тебя не можем, ты без бороды. А я буду бороду. Ну, ты отбросишь-то, видно будет. А, думаю, ты курить-то не бросишь. Он и не бросил. Да, главное, обозлился, пошел. И эти два, что ли, миллиона с половиной проиграл. Он все время играет. Прошел и проиграл. Дом-то не его. Но это не все. У нас Игорь стоит, от Дыбунов здоровый такой. Ну, и наши книги там, как выставка сделана. Он к ним, он на него напал. И давай его материть. Материть просто по-черному. Ну, какой это верующий-то? Ну, никакой. Поэтому ему ничего нельзя отвечать. И в то же время, вот, выходит. Ну, я поэтому сколько побыл, потом отошел своим делом, занимаюсь. А его это не касается. Ну, вот видите, как-то, понятно. А только как-то немножко странно, думаю. Вы раз ушли. А он что-то свое рассказывает. Он пьяный. Он пьяный. Он не трезвый. А, вот так. Он пьяный. Он потом и говорит, я тут хлобыснул, говорит, вот столько-то. Бывает так, пол-литра за раз выпитый. И уже болеет. И сколько раз было. Тут другое даже. Нужно было за ним ухаживать. И несколько лет один человек из наших ухаживал. А вот тут его, когда пришел, он в этом чате беседует. И его обличили. Он сразу все разорвал и все. Ну, какое-то. Ну, то есть, элементарного чувства порядочности нет. У него родные, там, дети, жены. Совершенно один живет, как берюк. С ним никто не может ужиться. Ну, взял, вот тут уже последнее время. Он купил хороший компьютер, хороший столик. А там что-то не ладится. Он взял топор, компьютер, стол, все, изрубил и выбросил. Потом пошел опять покупать. Ну, что, нормально? Да, конечно. Ну, это же бы тебе, спаси Христос, вы хоть объяснили. Это как-то не... Ну, я молюсь каждый день за него, молюсь. Потому что этот человек пока живой. Да. Игнатий Ильич, вообще вам почет и уважение, еще раз говорю. Вы вот так производите на меня, а я пытаюсь тут среди своих, я роликами этими живу. И вот многие там говорят, да, это же безумный человек, там, то, все, пятое, десятое. Ну, вы не обращайте внимания, я вам говорю, как оно есть, да? А я говорю, вот безумный человек, ну, никто из вас не сделал и не показывает своей жизни, понимаете? Вы все спрятались, как вот, все как крысы там, и неизвестно что. А человек, а все идут туда к вам, вы понимаете? Вот безумный человек, а все идут к вам. Тот пишет, тот это, тот тот и тот и тот. Ну, почему же у вас такого нету, а? Это первое. Второе, очень нравится мне вот ваш, буквально ролик вот недавно видел с вашей женой, с вашей, вот, манера беседы, понимаете? Манера беседы, без такого крика, то есть фактами ее, фактами, понимаете? У меня как, ну, я, конечно, этим не хвастаюсь, срываюсь иногда и кричу, и, ну, с женой. А вот смотря на ваши ролики, думаю, надо вот так же, ну, вот вы с Надеждой этих, с Надеждой, а как хочется Надежду Лапкину? Васильевна. Надежда Васильевна, извините, да. Вот вы недавно с ней беседовали, что зашли какие-то две ваши племянницы, да? Да. И вот, и мне нравится диалог такой, что вот вы вроде, а потом все равно вопрос-то ставите, почему? Вроде раз, отпустили опять, опять пошли, 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 почему ты не сделала? Вроде бы уже все, ну, все сделали. Почему? Понимаешь? Вот так она не сказала вам, почему, понимаете? А про сего, причины никакой нету. Вот почему не сказала. Да, да, да. Но это же, видите, как подано. А вот видите, я вам хотел сказать, вот этот пришел в Митропановство, это не случайно. Это лукавый подошел. Вы только познакомились, он ни раньше, ни позже. Это сатана. Сатана в образе человека подходит. Совершенно верно. Сразу он раз ко мне, это, а я звоню Игнатову, Сережа, этот человек. Ну, вот он так, так, вот он хочет поговорить, там, и такое. Смотрю, он мне просится в контакты. Я говорю, можно с ним говорить? Да, он так, мы хотим с Тимати, и начнем диспут. Вот, типа, а я вообще люблю, когда два хороших человека, в смысле, знатока священного писания, и посидеть, послушать, это дорогого стоит. Я любил, вот, Олег Стеняев, знаете, такой священник. Да, конечно, он у меня дом приезжал сюда. Вот, он часто диспуты устраивает, там, с адвентистами седьмого дня, с свидетельствами. Да, ну, ему, конечно, далеко до вас, это я однозначно говорю. Вот, интересно, вы послушались и вы так, ну, надо это, не надо. И вот, вдруг этот метрофан, вы понимаете, напал, ну, как на него не напал, и начал у меня, там, и книги, и туда-сюда, и где-то минут сорок, я еле отбился, понимаете. А потом, ну, послужу, может быть, я ошибаюсь. Смотрю, он вчера в чате занял все место, пространство с людьми. Вот это Саша там, кто-то еще из Израиля с ним. И они столько написали, наверное, полтома вашей книги можно было туда, понимаете. И эти люди сдались, сказали, ой, а зачем мы так тяжело общаться, а зачем мы вообще... И получилось вот что, что если ты православный христианин, ты должен быть греком, и молиться греком. Вот так, да. А, и что, ой, арбитр, что же это этот, парализованный этот парень? Сергей. Сергей, Сергей, я, простите, забыл это. Что это за арбитр, если он больной, парализованный? Что это за арбитр? Так что вы с ним, наверное, и не беседуйте, не надо никаких арбитров, это чепуха в своей, мать, и тихо. Да, конечно. Берегите себя. Я знаю. Так, у нас вот все вставляется в интернете, не против? Ну, мы же говорили на эту тему. Но я каждый раз должен спросить. Такой порядок у нас. Не спрашивайте. Так, через неделю, например, наши разговоры будут известны. Уже сами посмотрите тогда. Ну, будут известны, значит, будут. Кому интересно, пусть посмотрят, кто сбросит. Я только рад за это. Я так уже считаю, знаете, вам, конечно, тяжело это понять, но смотря уже год ваши ролики, я в какой-то степени являюсь членом вашей общины. В какой-то степени, там, маленькой еще, понимаете. Но уже мне приятно, я уже лица узнаю все, и они как будто вот они со мной рядом. Только вышел на улицу, все другое, все другое, как бы. Мы были в Баку, в Азербайджане. А там у меня знакомая, по интернету познакомилась, жена Мулы. Какие они грамотные. Она четыре языка знает, а он шесть. И вот она по-арабски. И когда мы с ней пошли там по городу, она показать достопримечательности, и пошли в мечеть. Ну, ее там где-то кто знает, это что, ваш муж на меня? Она говорит, нет, это мой учитель приехал, мой отец приехал. Да ты что, православный? Да, я, говорит, уже православный. Вот так, пожалуйста. Я вас тоже приглашаю на Донбасс, в эту, в Лавру, в Свято-Успенскую, Святогорскую Лавру. Вы будете очень сильно поражены, кстати. Ну, сюда боятся люди ехать. Ну, слава Богу, у нас тихо пока, тихо, в общем-то. Я так думаю, что Бог управит и будет вообще хорошо. У нас тут очень хороший край, люди работящие. Да, очень много православных. Знайте, что если будете где-то в этих краях, если у вас, Борис Семенович, который вас приютит, направит на путь истинный. Я имею в виду в плане по нашему краю. Не на тот путь, потому что вы сами любого направите. Вряд ли мы поедем туда, потому что мы в Украину заезжали, наверное, раз в восемь, вот в этой поездке. Нам необходимо было в Европу тогда и через Украину. А этот раз, тут смута началась, а мы пошли через юг, с той стороны Турцию обошли. Нам это тоже в насчет пошло. Ну, да, да. А сейчас, тем более, эти вот геометрические паспорта, сейчас же, да, да, правильно. А у меня такие паспорта у нас уже и были взяты. Уже были, да? Да, уже были. Уже там снимают что-то, сетчатку глаза, а в Великобританию отпечатки вызывали, на Сибирь сбрали. У нас все нормально, поэтому мы везде проходили. Игнать Игнатьевич, а откуда вы заезжали? В каких местах вы были на Украине? Ну, каких? Ну, в первую очередь мы заходили, я сразу вам скажу, где. Это вот Краснодар, Ставрополь, вот с этой стороны мы заходили. Ну, Краснодар, Ставрополь, это Россия. Да, по России. А тут, где с Украиной это соединяется, тут мы и входили сразу. А что там могло у нас быть? Ну, посмотрите, там где. Мы были в городе Шахте, у нас была ставка. И мы как выезжали, прям сразу входили в Украину, прям сразу. Город Шахта, это Россия, да. Оттуда заходили мы уже в Украину, а дальше мы уходили на Румынию и уходили дальше. Это в Луганскую область, да. Да. Понятно. Ну, жаль, конечно, жаль, конечно. Если Бог управит, вот может быть, меня очень волнует вопрос о крещении, прочитав ваши многие эти дела и вот поговорил с Сергеем, что мы оказались, ну, Сергей то крестился, слава Богу, а я, к сожалению, нет. Но будет, даст Бог, может быть, каким-то образом, если соберутся, там я познакомился с этой Анастасией, она уже у меня в контактах, мы с ней беседовали, с этой девочкой из Кривого Рога. Хорошо бы, если на машине, на своей. Ну, у меня есть машина, можно подумать об этом, можно подумать об этом. Кстати, по поводу этой девочки Анастасии, там у нее есть, на Ютьюбе есть свой тоже такой сайтик небольшой, она поет псалмы. Вы слышали, да? Конечно. Я вот не знаю, это хорошо или плохо, как бы. Ну, если в одном месте, она мне дала, послушайте, я посмотрел и говорю, вот это несоответствие, вот это несоответствие. Она мгновенно там, кажется, убрала и говорит, я это все учту. Она неспорливая. Неспорливая, да? Я ей по писанию показал, что неверно там, неверно. Слова ваши не сходятся с писанием. А уже мотив, там музыку составляют, ну, ей кажется, хорошо. У меня стихотворение, которое Виктор Николаевич, где-то 80 стихов положил на песнопение. Вы не слышали? Обязательно слышал, обязательно слышал. Но, видите, ой, Виктор этот, который, я его что-то вот как-то так немножко не полюбил, что он покинул потеряюку, ну, подкаблучник, вы же сами сказали, и поехал в Содом и Гаморру, ну, я имею в виду, в кавычках, во Францию. Вы об этом говорили, я с вами полностью согласен. Значит, видите, как вот, такое впечатление было, что он с вами, а вот женщина раз, запах услышал, есть такой фильм, запах женщины, и все, и умел туда, да. Это трагедия, трагедия, по-другому не назовешь. Мы с вами согласен. И, знаете, Николай, я хочу вам задать такой, знаете, может, не совсем скромный, потому что вы мне задавали, и я хочу задать. Я не знаю, у Сергея Игнатова спросил, а он мне как-то не ответил. А вот вы с Надеждой Васильевной в браке, да, сколько-то лет? Наверное, лет 50 уже, наверное, не меньше, да? Ну, даже больше, наверное, уже. Я со своей... С 66-го года. А, о, классно, да. Я со своей женой в браке 45 лет в этом году будет, да? Ну, а если у вас последует, я имею в виду о детях, или кто-то вот как-то есть, ну, кроме Вовы и Никиты. Ну, видите, как сказать? Вот я занятия веду в университете, в это время поступает записка. Я ваша духовная дочь, то есть таких людей. Сергей выступает где-то, я духовное чадо Игнатия Лапкина. Отец Геннадий в пас, я в Игнатия обратился, а он доктор богословия. То есть таких людей у меня по всему миру, которые даже там сектанты, руководители были и пришли. Я для них разве посторонний, но сказать вот в этом месте, за этим столом кто-то будет сидеть. Я об этом даже и не думаю. Богу угодно будет сидеть. Иногда говорят, тут вас батюшка не будет, как будет? Я отвечаю, может, еще лучше будет. Моим книгам простор даст только моя смерть. Еще они нападают на меня, потому что они, ну, видят, город, говорит, на вершине горы не может укрыться. А у них ничего нету. Спрашивают, а как вы питаетесь? Ну, мы сидим за столом однажды, давай заснимем-то. И скажи на этот ролик, ну, обычно тысячи, полторы, тут 50 тысяч уже пришло. И каждый раз ругаются, ругаются по-матерному. Почему? Голодные. Я же их понимаю. У нас ничего нету, а вы там обжираетесь. Ну, понимаете, ну, какие люди-то? Вы же просили показать, я показал. А вы начинаете теперь плевать, отдай мне, что у тебя есть. Ну, возьми, рядом был бы, я бы тебя накормил. Понятно. Идать, значит, вы это не поняли. Я, слышишь, женились по любви, ну, влюбились и полюбили Надежду Васильевну. А дети у вас есть, как таковые? Детей я сейчас вам говорю. Если я иду с человеком, и он говорит, а это мой отец приехал, а то кто он для меня? Павел говорит, я родил вас благовествованием. Но это никакого значения не имеет. Ни у апостола Павла, ни у Иоанна, ни у Златоуста, ни у Василия Великого, ни у кого не было плоских детей. И поэтому они смогли выложить все, что Бог дал. Жена ты заботится, говорит, как угодить жене. Да. И никогда ей не угодишь, нужно добавить еще. Да, да. Вот так, а жена, говорит, заботится, как угодить мужу, и сказать, никогда не угодишь. И поэтому, хорошо, Павел, говорит, оставаться, как я. И когда люди говорят, вот, нехорошо одному человеку быть на венчании, я говорю, вы забываете, это в раю было сказано. Беседовать не с кем было. А сегодня хорошо оставаться, как я, Павел говорит. Хорошо оставаться. Потому что Вас ждут скорби, а мне Вас жаль. А мне Вас жаль, скорби. Очень классные слова. Ну, вопрос закрыт. Вопрос закрыт. И говорит, а вы свое будущее знаете? Они говорят, нет. У вас дети будут. Дети все больные до одного, и все злые, злые будут. Вы хотите их иметь? Нет. По-разному граммам зайдитесь. И живите, как брат с сестрой. И все решилось. И он сразу их убедил. Все. То есть, Бог открывает. А зачем? Если все уже открыто и ясно. Ничего, кроме горя нет. Он родился идиот вот такой вот. И она над ним трясется всю жизнь. Парализованная вся семья. Для Бога. Совершенно с Вами согласен. Ну, если бы это знать было, в 80-х годах хотя бы. Где вы видите? А вы же были то по тюрмам, то по ссылкам. Мне один говорит, ученик мой. Мой ученик говорит мне. Послушайте внимательно. Такой парень неплохой. Ну, я преподавал здесь. Вот и преподаю. И как-то он ко мне прилип. Знаете. Вот как, допустим, Вова. Ну, Вова не прилип. Я это такое немножко не совсем хорошее слово сказал. Ну, как бы какие-то у нас связи, в общем-то, внутренние. И вот сейчас он уже закончил. У нас служил в армию. Я его помог ему в дальнейшей жизни. Ну, сейчас работает в пожарной охране. Техником связи. И вот он тоже смотрит ваши ролики. Делится со мной все. И говорит. Ну, и я ему говорю. Саш, не надо было тебе жениться. Понимаешь? Потому что это... Ну, это большие скорби. Вот и Лапкин, так говорит Игнатий Тихонович, и я тебе говорю. А он мне задает вопрос. Ну, а что ж вы женаты? У меня сейчас младшая и старшая дочь. Одной дочери 44 года, 45-й. А одной 34. Они работают у меня в пожарной охране. Одна вот получит майора уже, а эта работает диспетчером. Ну, в пожарной охране. Так вот она мне говорит это. Простите, сейчас я выключу. Так вот он мне задает вопрос. Задает мне вопрос. А почему же вы женились? А, дорогой Сашенька, никто не говорил. Не было Игнатия Тихоновича, которого можно было слушать часами. И не было у нас интернета. И никто мне не сказал. А раньше говорили так, что... Как так не жениться, а? Человек, когда звучит гордо, горький, сказал. Нужно построить дом, посадить дерево, родить ребенка. Понимаете? Извините, пожалуйста, звонят. Значит, построить дом, родить ребенка. А теперь по прошедшей лет, когда уже 65 лет, мне 66-й, да? Я понимаю, насколько, значит, ну, не то, что не прав. Ну, почему не было таких Игнатий Лапкин? Они то были, но никто не знал их, понимаете? И это духовенство, которое молчало, никогда об этом не говорило. Родители мои, они безбожники. Хотя я не могу говорить, еще мама, слава Богу, жива моя, 94 года ей. Вот, ну, она Христа не знает, и уже ей бесполезно что-то говорить, понимаете, в 94 года. То есть, это великое дело, что вы вот ролики эти распространяете, что мы беседы, кто-то будет слышать. И это Саша увидит нашу, эту запись. Вот я ему говорю, что не было, не знали мы Игнатия Игнатия Лапкина. Если бы я его услышал, я бы задумался сильно, нужно это или не нужно. А когда я уже прожил, а тебе говорили в 25 лет, не женись, да. А ты женился, а теперь чувствуешь, какие вот тебя... Так я только начало, маленький ребенок, я крестный у него, у меня крестная Вероничка. Да, хотя это, я так понял, я ему, кстати, не знаю, как он это воспринял. Оказывается, зная теперь из ваших роликов, все, что крещение не произошло, я никакой не крестный получаюсь, это получилось. Просто помочили ребенка, ну, таинство не совершилось, я так понимаю, правильно? Да, да. Вот, к сожалению. Вот, и еще раз говорю ему, что слава Богу, вот слушай пока живой Игнатий Тихоныч, дай Бог ему здоровья. И он, кстати, внимательно это смотрит. Ну, вы знаете, мир же лукавый, там, как бы, ой, а как же я буду без работы? Работать надо, только там ты многому не научишься. Как-то надо по-другому идти, иди на землю, где-то свое. Вот сделай, как Игнатий Тихоныч, будь продолжателем, у нас в Донецкой области такое сделай. А запомни мне надолго, напиши хоть какую-то книжечку маленькую, или хотя бы не напиши, ну, собери такую общину, а мы будем ходить к тебе. Ну, я имею в виду не к тебе, а там, конечно, священство будет и все остальное. Так что вот так, Игнатий Тихоныч, почет вам и уважение. Да, и вот почему душа моя, я сегодня к вам вышел, потому что так не хочу всем, в общем-то, рассказывать. Может быть, не все правильно поймут то, что я хочу сказать, понимаете. Ну, вот хочу, чтобы вам донести, чтобы вы понимали, что вы вот в моей душе именно большой след оставили, большой след. И дай Бог вам здоровья, буду продолжать смотреть, и буду общаться, если вы не против, да. Тут вот видите, когда идет бракосочетание, начинает нехорошо человеку быть одному. Плодитесь и наполняйте землю. Да, да. А вы то ли не понимаете ничего, плодитесь и наполняйте. И когда ни одного человека, кроме них, не было, а теперь земля переполнена. Да. Тебе сказали налить стакан, а ты уже льешь пятую тонну воды сверх стакана. То есть каждый день, каждый день умирает примерно 80 тысяч людей от недоедания и голода. Каждый день, при том, вот прикинь, сколько погибает. И какой ты наполняешь? И что будешь наполнять-то, когда все переполнено? Они еще не понимают. Вот я прочитал, и все. Павел говорит, хорошо, оставаться как я. А почему они подражают? Потому что люби всем умом, всем сердцем, ты уже не можешь сердце отдать кому-то. Ты эту заповедь услышал? Всем сердцем я могу любить только тогда, когда ничего не мешает. А жена занимает больше половины, она сразу будет претендовать, чтобы командовать. И это ничего нельзя сделать. Это порода такая. И поэтому она никак не может понять, что она замужем. За мужем, за мужем. И она должна только тихо стоять, молчать и помогать, где может. По мере сил. Тогда она никакого препятствия не оказывает. Вот у меня сейчас приехали гости. Ну, у нас тут не так это обиходит женатый, кто маленький. Мы сразу, она через стенку, мы сразу раз ей туда, все гости там. Сейчас вот утрами молиться. А вчера привезли тут как внучатка. И уже здесь. Потому что женский обиход рядом всегда, он как-то... Более мягко делает. Радом с Христом ходили женщины, служа Ему своим имением. Поэтому у меня сестер, близких очень много. Они все время заботятся. Там стараются. Я не даю ничего не стирать, ничего. Но иногда приходится дать. Вот они сегодня звонят. Вот уже пятница, надо помыться. Я говорю, обойдемся. Я считаю, что это не надо каждый день мыться-то. Я понял. Игнатий Ильич, а вы имеете в виду, эти из Казахстана приехали ваши родственники какие-то, да? Из Киргизии. Ой, из Киргизии, прошу прощения. Ну, я видел, видел вы. Видели как, видите как. Хорошие люди. И поэтому, вы видели даже, как они там за столом. Сразу раз Володя пошел, и тут морковки натержи, скорее им туда отнесли. Да, 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 да. Она говорит, племянник, племянник моей сестры, сын со своей семьей приехал. Даже попросили у меня голубей. Летом приедут, я им дам. Он голубятю там уже построил. Туда отвезти, да? Да, туда. Слава Богу. У меня голуби-то они вот рядом. Прямо руки протяну, и вот они рядом, в коробке. Я всегда смотрю, я сам с детства, ну, пошел из армии, мне так нравились голуби. И я пытался там их заводить, и я знаю, что такое голуб, что такое чужой. Как одного голубятника встретил я. А он мне говорит, задает мне вопрос. Кстати, я вам дам вопрос интересный. А как вы думаете, Игнатий Тихонович, чем сродни голубятник и летчик? Голубятник что? Голубятник и летчик, пилот самолета. Нет, никак не связано. Очень связано. Нет, не связано, никак. То есть человек может всю жизнь летать и не любить голубей. Кроме этого, у злого человека голуби не водятся. А там он может быть. Я вам отвечу. И летчик, и голубятник всегда в небе. То есть голубятник... Один ничем не рискует, стоит на земле. Разница очень большая. Зо, не-не, ну это вы уже глубоко копнули. А как бы, постоянно взгляд его постоянно в небе. Чужой, не летит ли чужой, понимаете? Ну, короче, мне тоже это известно. И ваше умещение. Да, все птицы. Ну, летает-то птица, а не я. Я-то сижу на месте. Понимаю, но все равно вы же постоянно ваш взгляд туда, в небо смотрите. В небо. Без летчика. Летчик тут мне не нужен. Я никак его не ассоциирую с летчиком. Никогда. Почему? Он не подходит совсем. Они куда-то... А это на глазах у меня. Подлетели, полетали, сели обратно. Да. Ну, я просто люблю. Это в человеке заложено. Я писал тут, как было. Шесть лет было. И тетка рядом жила, она за жеребцами ходила, конзавод-то. И она меня за руку ведет. Мне лет пять уже было, большой был. И вдруг я увидел на восточной стороне, на балке голубка сидит. Она меня тянет и не может дернуть с места. Я как завороженный. Ласточки, воробьи, у нас все было. Но в деревне. Голубя я никогда не видел. То ли нигде их не было, или еще. Вот. Я только увидел. У меня как искра, как а им никому и нужды нет. А для меня голубь, это утешение. Я залезу туда с ними, вожусь. Залезу, я куда залажу голубям, у меня там где голубятия. У меня обязательно там свой прибор висит. Я там помолюсь, я сяду и подремлю. Ну, просто хорошо. Я вас понимаю, я очень понимаю, потому что я все это прошел. Но у вас, видите, у вас, кстати, мне очень приятно. У вас очень большой двор, это иметь в Барнауле. Такой двор, это за счастье, понимаете. Это Бог дал, Бог. Да, там КамАЗом можно заехать к вам. Так не один КамАЗ-то. У меня только 14 машин может заезжать. Да, да, у вас там, конечно, место... Я в 11 лет судился за то, что я издал, конфисковали. За это мне дал. Мэр города приезжал. Каторжнику. Это такого дома уникального. Вряд ли найдешь еще где. Чтобы мэр города, там, подсудимому, вернулся из тюрьмы, и он теперь давал в частное пользование два дома. Это вообще чудо. Понятно. Ну, на закуску еще спрошу. Волнует мне один момент там из вашего ролика, да? Думаю, не буду спрашивать. Нет, спрошу все равно, чтобы уже не было. Как на исповедение. Вот когда-то ролик у вас был, там, у вас болели зубы. Зубы болели. В Потеряевке. Но. Давненько. Ой, ну и там староста ваша. Вы говорите, ну давай, и этим напильником. Это я специально ролик такой сделал, чтобы показать. А у него дочка закончила медицинский институт. Я ей говорю, возьми ты она. Он говорит, нет, если увидит где-то, ее дисквалифицируют. Но это сделали, да, чтобы показать, что человек может обходиться малым. Он там отколотый и режет язык. Мне больше ничего, маленько затащить надо было. Да, да. Я почему спросил, потому что мой отец, царство ему небесное, он у меня был главный стоматолог города Артемовска. И очень на большом счету, да. Такой, очень, ну, узнаваемый человек. Я просто немножко, как бы, стоматологическую тему немножко знаю. Думаю, ну хоть бы взял бы надфиль, хоть бы не напильником. Вот вот, вот, вот. Что такая маленькая зарисовочка. Я специально взял напильник большой, чтобы показать людям. Если ничего нету, то обойдемся под ножем кормом. То, что есть. Я понял. Вы извините, что я вам такие вопросы как-то немножко задаю. Но мне очень интересно. Это говорит о том, что вы не чужой. Я не чужой вам, вы что? Я маленькая частичка, маленькая, но ваша. Потому что я вас... Поэтому такие вопросы. Совершенно так. Вопросы, которые сближают. А другой это давно бы хотел спросить, да не знает, как сформулировать вопрос. Он послушает, скажет, я тоже это хотел задать. У меня не раз так было. Да, 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 да. У меня очень часто было так. Люди приходят задавать вопросы. А потом пишут. Вот. Она зашла. Она, это Кришнаи, там везде была. И в автобусе услышала разговор женщины на Боге. А как вы говорите? Она говорит, да мы занятия идем где? Да вот, такой-то университет там ведет занятия. Я, говорит, пришла. Вот зашла только в зал-то, в аудиторию-то. Я посмотрел на нее. И на первой стуле-то, на скамейке-то, человек поднялся и пошел туда. Освободил ее место. Она села и смотрит. А у нее были вопросы. У меня, говорит, было семь вопросов. И мы вдруг, говорит, перестали говорить, еще посмотрели. И стали отвечать в том порядке, в котором у меня вопросы стоят. На все вопросы. Мне неоднократно говорили. А как вы? Я говорю, а я и не знал про это. Это Бог делает. А тогда стали распускать молву, что я в Египте учился у колдунов и другое. Ну, чтобы как-то вроде принизить. Я нигде не учился. Это все запретное. Я просто молюсь. Я молюсь и больше ничего не знаю. Слава Богу. Я всегда удивляюсь вашей феноменальной памяти. Все-таки все, 78 лет, дай Бог вам здоровья. Память, знание вот этих вот стихов. Я всегда, после вот просмотра, да, я думаю, как же мне это сделать, а? Как же это мне сделать, вот, понимаете? Видно, сатана мне, ну, не дает мне, понимаете? Ну, простые вещи, даже молять иногда, простой молитвой. Отче наш. Вот, понимаете, забываешь слова. Вот не можешь вспомнить. Или это травма у меня, я не знаю, или это, думаю, ну, как, а, как, а почему Лапкин знает, 78 лет, а мне всего 66 только, а? Понимаете? Так что в этом плане я тоже вам очень сильно, очень сильно удивлен, Игнатий Тихонович. А вот еще, да, чтобы не забыть. Там у вас, вот, вы пользуетесь, пользуетесь на компьютере, Библия у вас, кто-то, ее разработал какой-то кореец, кореец. Как ее скачать, или, чтобы вот быстро, знаете, вводишь слово, там какой-то, ну... А, это поисковик библейский. Да, да. Он называется «Цитата из Библии». Не понял, еще раз был. «Цитата из Библии». Цитата, цитата. Выдержка «ЦИ-ТАТА». То есть ввести в гугл «Цитата из Библии», да? Да, 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 и там найдете. Я вам сейчас, как поговорим, я постараюсь вам сбросить, как там найти. Да, 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 потому что я... Притом две программы, он составил, это вьетнамец, учится в МГУ, Тимофей Ха. Я за него каждый день молюсь. Тимофей Ха, да, дай Бог ему здоровья. И вы ж помните, а я кореец, извините. Вот этот Тимофей Ха. Если у вас есть такая возможность, бросьте, пожалуйста, чтобы я тоже пользовался этой штукой. Очень удобно, очень. Мне это сильно облегчило, когда я книги верстал. Ну, вот когда снимает Володя, там, или как, он наводит... Он составил на неканонические книги, составил на соборное постановление. Это вообще молодец. Да. Когда Володя наводит на экран, я вижу, как вы там поисковик, думаю, что это за поисковик такой. А потом где-то услышал краем, но так не запомнил, слава Богу. Ну, сбросьте, если вам не тяжело. Нет, я сейчас прям сразу. Ну, все, расстаемся? Да, 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 да. Спаси Христос вас, что уделите. Спаси Христос. Не обижайтесь. Вова, тебе все, низкий поклон. Всем низкий поклон. Значит, злопотреблять не буду доверием, но вот так захотелось. Я даже не знаю, у меня записалось или нет, потому что у меня компьютер стоит в вене, и он еще все-все мигает. Не важно. Главное, что у меня в душе записалось. Да. Самое главное. Спасибо вам большое. Все. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok